Всем привет! У меня много друзей пыхтят одноразовыми вейпами. И зная мою тягу ко всякому электрическому, естественно дают эти самые вейпы мне, когда в них жидкость заканчивается. Сам я такими не балуюсь и вам не советую. Ну да ладно. Также от друзей мне достался шуруповерт с умершей батареей. Вот я и решил перевести его на литий-ионные аккумуляторы, которые находятся внутри одноразовых вейпов. Начну пожалуй разбирать. На камеру не передать, но вокруг меня в процессе стояла дичайшая мешанина из запахов. Кроме самих аккумуляторов из заряжаемых вейпов можно добыть еще и разъем microUSB и контроллер заряда литий-ионного аккумулятора. А в некоторых еще и разноцветные светодиоды. Комментировать тут особо нечего, можете полюбоваться на процесс добычи аккумуляторов. За кадром я припаялся к контактам на корпусе и вклеил разъем зарядки. Долго прикидывал, как именно расположить аккумуляторы в корпусе. У меня оказалось два разных форм-фактора аккумуляторов, и один из них не помещался в корпусе вертикально. Пришлось выдумывать, как такие аккумуляторы расположить. Располагаю аккумуляторы и склеиваю их между собой термоклеем. Спаивать буду жилой от витой пары, ее еще тоже добыть нужно. Батарею спаиваю по схеме 3С. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А соединять с платы БМС буду монтажным проводом, который купил в местном радиомагазине. Вот его маркировка. БМС я использую 3С на 60А. Ссылка на нее будет в описании. Сборку аккумуляторов надежно замотал каптоновым скотчем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Для зарядки всего безобразия был закуплен зарядник, рассчитанный на зарядку литий-ионных сборок формата 3С. Но вот и готово. Крутить шуруповерт как дурной, остановить его мне не удалось. У него не работает отключение отбоя для сверления. По итогу могу сказать, что им я уже успел насверлить кафель, накрутить горки саморезов и если честно ожидал я худшего. В общем получился вполне себе рабочий инструмент, можно сказать из помойки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok